Медиаторы против пальцев. Извечная тема, которая вызывает споры у бас-гитаристов до сих пор, даже в 2023 году. И да, если вы считали, что мифы про пас-гитаристов закончились, то я вынужден вас разочаровать. Все те же самые мифы о том, что бас не слышно, или о том, что на бас-гитаре так легко научиться играть, все еще существуют. Да. То есть все те самые приколы, которые я слышал еще в начале нулевых, или там в десятых годах, в начале, точнее, десятых годов, о том, что на бас-гитаре легко научиться играть, потому что там всего лишь 4 струны, а не 6, как на гитаре, например. Или что, ну вот, у нас человек не очень хорошо умеет играть на гитаре, давайте поставим его на бас. Ну бас это ведь так просто. Чушь собачья. Но мифы эти до сих пор существуют. И да, один из самых главных предметов спора между разными бас-гитаристами, как начинающими, так и не очень, это в том, что чем же лучше играть? Медиаторами или пальцами? Поэтому перед тем, как я наконец-то создам нормальное видео про бас-гитары, давайте мы с вами ознакомимся с техникой игры, собственно, на бас-гитаре. И поможет мне в этом один из преподавателей нашей душной школы. Ссылку на телеграм душной школы вы можете обнаружить в описании, так же, как и ссылки на другие телеграм-каналы, связанные, так или иначе, с этим ютуб-каналом. Там их реально становится все больше и больше. Ладно. А конкретно поможет нам в этом разобраться преподаватель по бас-гитаре Кирилл Ильин, он же по совместительству гитарист группы Джордана Бруно. Теперь давайте познакомимся с Кириллом поближе и таки узнаем, медиаторы или пальцы. Мяу-кот, погоди, не писи. Иди, погуляй. Ладно. Привет, котятки. И тебе привет, кот. Ты мне мешаешь. Ладно, давай так. Пока мы покурим. И что там еще все рокеры должны делать? Курить и пить, конечно же. И выпьем. Кот. Это кот. И сегодня мы поговорим о такой извечной теме, как пальцы против медиатора. Я вообще не люблю вот это все поднимать, но просто, когда кто-то, так сказать, недостаточно авторитетным уровнем владения инструментом, скажем так, вот, пытается доказать, что медиатор звучит мощнее, и если мне надо сыграть что-то прям мощное, роковое, я лучше возьму медиатор, а пальцы я там использую только в каких-то мягких штуках для фанка там или для чего-то подобного. Но хочется себе фейспалмом пробить лицо иногда. Потому что что? Басисты, басисты, они, как правило, ленивые. Ну, вообще музыканты ленивые. Ну, вообще люди. Люди в целом ленивые. Басисты тоже люди, в отличие от женщин. Ха! Поэтому тоже подвержены этому. В чем прикол? Медиаторам изначально извлекать звук проще. Ты вот его берешь в руку и погнал. Ну, и, соответственно, это же, ну, реально просто на базовом уровне проще, чем что-то там учиться пальцы переставлять, тут надо глушить, тут вот так руку уже не вытянешь, надо ее всю переставлять для игры, там, скажем, на тонких струнах. И так далее. Плюс беглость каждого пальца надо развивать, силу каждого пальца надо развивать, следить, чтобы они, например, с одинаковой силой били по струне, чтобы звук был более-менее однородным. То есть... Прощь медиаторам. Соответственно, есть категория басистов, которые так и остаются на медиаторе. Есть те, кто, играя пальцами, какие-то вещи не быстрые, не очень сложные, может быть, не очень агрессивные, типа там... Такого там что-то плана или какой-то там, ну, диско там... И так далее. Если им надо сыграть что-то роковое, мощное, тяжелое, метальное, опять же, берут медиатор, потому что им кажется, что он звучит мощнее. И это так и есть в их случае. Просто потому, что они не уделяли столько времени тому, чтобы отрабатывать силу и мощность игры пальцами. Только и всего. Возьмем простой пример. Медиатор. Бас. Струна. Вроде неплохо звучит. По роковому я еще специально только даунстроком сыграл. Но! Послушаем то же самое пальцами. Но! Еще раз но! С правильной атакой. Есть разница? Еще раз. Медиатор прям... Прям можно хоть от плеча херачить. Тут дело-то не в этом. Пальцы. Делайте выводы. В чем прикол? В неправильном понимании того, как работает пальцевое извлечение, когда нам нужен агрессивный звук. Потому что при игре в средних темпах, при игре с не агрессивным, не настолько агрессивным звуком пальцами, как правило, палец цепляет струну. То есть происходит вот такое движение. Как бы щипковое. Заходит за струну. И соскальзывает с нее. И получается... И получается... При этом, когда человек хочет сыграть агрессивно, подсознательно, он что для этого делает? Он просто увеличивает амплитуду движения пальцами. Потому что с его точки зрения кажется, что чем больше замах, тем сильнее будет удар. И вместо того, чтобы просто мягко цеплять струну... Он начинает ее цеплять сильнее, прикладывая больше силы и увеличивая амплитуду замаха. То есть вместо... Он начинает делать вот так. И получается говно. Очевидно. Потому что это работает не так. Для того, чтобы сыграть агрессивно, надо не цеплять струну. Надо использовать другой тип пальцевого звукоизвлечения. Когда палец не заходит как бы за струну или под струну, для того, чтобы ее подцепить, а пробивает ее. Движением, похожим на слэп, то есть... То есть у меня получается самый кончик пальца. Вот эта вот часть. Она просто по касательной... Бьет по струне. Сверху прям, сверху, чуть под углом. Не суть. Главное, не заводить его вот так, чтобы это был именно подцеп. А это должен быть удар. Удар по струне. Не щепок, а удар. То есть как бы классический подцеп. Удар. Я не увеличиваю амплитуду. Я не делаю вот такой замах пальцами. Я не вывожу вот так вот руку, чтобы аж... Вот это плечо у меня вниз уходило, как некоторые делают. Зачем-то. Абсолютно противоестественно. Меня смотреть на это неприятно. Потому что, повторюсь, каждый раз это говорю, наверное. Музыка воспринимается ушами. Но музыканты выступают. Музыканты делают записи. Записывают клипы. Визуальность тоже важна. Поэтому музыку лучше воспринимать как аудиовизуальный. Формат, так сказать, получения наслаждения. Следовательно, ноль. Вообще ноль напряжения в руке. Ноль. Плечо точно так же опущено. Постановка сохраняется нормальная. И просто за счет использования другой техники в правой руке мы можем вместо того, чтобы вот это вот... Непонятно что делать. Можем просто из звука такого... Сделать вот так. Еще раз. А то я уже тут много говорил, много играю. Может быть кто-то забыл. Даже если мы будем играть медиатором у бриджа, как многие тоже любят. Типа... Вот как бы и все. Поэтому кому нравится играть медиатором, играйте ради бога. Кому удобнее играть медиатором, играйте ради бога. Но не нужно говорить о том, что медиатор звучит мощнее, жестче, металлевее. Просто конкретно вот вы, ты, ты вот кто так говоришь. Не умеешь играть пальцами достаточно хорошо, чтобы они по звуку сравнялись с медиатором. То есть это не проблема пальцевого звукоизвлечения, это проблема конкретного басиста, который пока что еще не наработал навык игры пальцами до того уровня, чтобы он сравнялся с медиатором. Просто как бы медиатор, он прикольная штука, да, там удобно, не парится. Но что можно делать медиатором? Медиатором можно бить по струне. Можно не бить по струне. Как бы все. Можно там всякие там рейки делать, мертвые ноты так же типа. Ну в целом пальцы дают гораздо больше контроля, гораздо больше вариативности звука, потому что при игре пальцами прям даже слышно, где у тебя рука стоит. То есть скажем, звук вот здесь. Звук вот здесь. Звук вот здесь. Они уже будут сильно отличаться. При игре медиатором такой большой разницы не будет. Пальцами можно играть очень-очень тихо. Прям. Можно наваливать опять же. Можно в любой момент перейти на звукоизлечение с использованием большого пальца. То есть вот играл ты. Можно в любой момент сорваться в слэп. Можно просто столько экспрессий выдавать. То есть скажем, пальцами. Вот опять же возьмем игру интервалов. У нас комплексно так сегодня обо всем разговор зашел. Пробегусь обо всем по верхам. Игра интервалов на басу. Медиатором, вот эту квинту, да, допустим. Можно опять же бить. Можно бить с приглушением, да. А можно не бить. Пальцами. Вариант извлечения квинты номер раз. Вариант извлечения квинты номер два. Вариант извлечения квинты номер три. Вариант извлечения квинты номер четыре. И они все. Все. А, вариант извлечения квинты номер пять. То есть как бы... Камон. Бой дворовый на басу. Не вопрос. Медиатором. Хуй ты так сыграешь. Хуй ты так все это сыграешь. Не надо доказывать, что... Что-то там, где-то там, у кого-то там. Я как бы никогда на виртуозность не претендовал. Но есть такие чуваки, которые как бы... Пальцами сыграют еще больше, еще лучше, еще мощнее. Так что никакой виртуоз с медиатором не повторит ни звук, ни приема звукоизлечения. Потому что как бы... Ну, типа, камон. А, еще один вариант извлечения квинты. Все рабочие. Все применимы в контексте музыки. Можно там один припев сыграть вот так. Следующий припев песни, который прям финальный, завершающий. Где нужно прям максимально выдать. Можно сыграть прям... И это все будет работать. И никакой медиатор такой вариативности звукоизлечения вам не даст. Поэтому нехуй пиздеть. Идем заниматься, учиться играть так, чтобы пальцы звучали не хуже медиатора. Я, блядь, проверю потом. Одна из причин, почему я играю именно на электрогитаре, а не на бас-гитаре, это именно сложность освоения самого инструмента как бас-гитара. Я гитариста по факту не очень. И периодически в моем же окружении мои знакомые шутят, что у нас скорее в группе два басиста, чем гитарист и бас-гитарист. Но сам факт. По-хорошему, конечно, что электрогитара, что бас-гитара, инструменты одинаково сложные в освоении. Но на бас-гитаре, в отличие от электрогитары, мы можем добавить значительно больше интересных нюансов за счет разной техники игры. Потому что также нам никто не мешает на бас-гитаре использовать что медиатор, что пальцы попеременно. Но однозначно утверждать, что вот эта вот маленькая пластинка звучит мощнее на бас-гитаре, чем пальцы, я бы не стал. Но дополнительно на эти темы мы подошнем с вами как-нибудь еще потом. И да, видео от педагога по электрогитаре у нас тоже будут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Заходите во все наши телеграммы, как душная школа, душный балаган, непосредственно душный капюшон, еще и душный магазинчик. И нас впереди с вами ждет еще очень много интересного. Мне еще столько комментариев надо разобрать. Господи ж ты же, боже мой, на что я подписался?